До рязанских полицейских дошли сведения о том, что в одном из домов на улице Островского собирается компания подозрительных молодых людей. Оперативники уголовного розыска проверили эту информацию и установили, что некий 32-летний рязанец месяц назад организовал у себя дома настоящий наркопритон. Мужчина и несколько его сообщников в кустарных условиях изготавливали сильнодействующий наркотик – дозаморфин. Как оказалось, хозяин наркопритона ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Оперативники задержали подозреваемого. При досмотре его квартиры были обнаружены прекурсоры для изготовления дозаморфина. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Времени стоит на месте, и по мере появления у людей определенных потребностей появляется и предложение. Это касается и наркотиков. Тот же дозаморфин в свое время пришел как альтернатива героину. Такая же ситуация складывается во всей преступной наркоиндустрии. Ежегодно в мире появляется около 40 новых видов синтетических наркотиков. Опиаты, амфетамины, психоделики, эмпатогены, антидепрессанты, классификации синтетики сегодня – огромное количество. И это страшно. Ведь, как уже было сказано выше, есть спрос, есть предложение. А масштабы незаконного оборота наркотиков во всем мире никакой аналитик или эксперты представить не может. Данные могут быть с астрономическими числами в основе.